Здравствуйте, меня зовут Осинская Ольга Николаевна, я учитель образовательного портала «Вне школы», и мы будем с вами заниматься разбором решения теста ЗНО по истории 2014 года. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Мы видим характеристику ЗНО по истории Украины. В тесте 2014 года всего 56 заданий. В 2015 году столько же. Типы заданий. Вы встретитесь с такими типами. Первое – это задание с выбором одного правильного ответа. Второе – это задание на установление соответствия. Третий тип – это задание на установление правильной последовательности. И четвертый тип – это задание с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов. Новые типы заданий – это задание с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов. В 2015 году новых заданий нет. Максимальный сырой тестовый балл – 90. Проходной балл 2014 года составляет 22 сырых балла, что соответствует 124 конкурсным баллам. В разных по номерам тестовых тетрадях формулировки заданий могут отличаться. Мы будем разбирать одно из них. Сейчас мы перейдем к характеристике теста с выбором одного правильного ответа. Посмотрите, пожалуйста. Задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. В тесте 42 таких задания. В 2015 году планируется столько же. В бланке ответов эти задания будут выглядеть вот таким вот образом. Советы для выполнения заданий. Вычеркивайте ответы, которые явно не верны. Не останавливайтесь на сложных вопросах, идите далее по тесту. Отметьте где-нибудь себе на полях то, что вы не ответили на вопрос и вернитесь к нему в конце, когда ответите на вопросы теста. Обозначайте в бланке все ответы, не оставляйте пустых мест. Один правильный ответ – один сырой балл. Итак, мы приступаем к выполнению первого задания. Условия задания такова. Галузь историчной науки, что выучает речевые материальные памятки шляхом раскопок и лабораторных дослежений, та реконструирует за ними давнюю историю суспильства, называется. Мы видим четыре варианта ответов. Это геральдика, историография, топонимика и археология. И мы с вами понимаем, что геральдика – это наука, которая занимается изучением гербов, а также традиций и практики их использования. Историография – это специальная историческая дисциплина, которая изучает историю исторической науки. Топонимика занимается изучением географических названий, их происхождений, смыслового значения, развития. А археология, как вариант, который у нас остался, как раз и является исторической наукой, которая изучает вещественные или же материальные памятники вследствие раскопок и лабораторных исследований. Таким образом, мы видим, что правильный ответ в первом – это геральдика, археология. Второе задание. Складовую часть, в какой экспозиции исторического музея, есть изображение памятников? А. Девосвит припиллям, Б. Скифа с роматска доба, В. Язычноство давних славян и Г. Ювелирный шедевр Киевской Руси. Обратите, пожалуйста, внимание на картинки. Здесь вы можете увидеть, что на всех изображениях присутствует некая звериная тематика. Изображены полумифические создания. Но если мы обратимся к варианту А. Девосвит припилля, то мы знаем, что в трипольской культуре характерна была керамика. То есть вариант А у нас является неверным. Если же мы, например, посмотрим на Язычноство давних славян, на этот вариант, то мы тоже знаем, что славяне не изображают таких мифических животных. Они в основном изображали какие-то абстрактные узоры. Если же мы обратимся к варианту Г. Ювелирный шедевр Киевской Руси, то мы знаем, что шедеврам ювелирного дела на Руси были свойственны изделия с скоплениями эмали. И в основном к ювелирным шедеврам этого периода относятся иконки, крестики, княжеские брамы. И мы вспомним с вами, что как раз скифы и сарматы очень любили вот такую вот звериную тематику. Поэтому правильным вариантом ответа здесь будет вариант В. Скифа-сарматская доба. Третий вопрос. Киев был центром Схиднославянского племенного союза. Объединение. А. Полян. Б. Северян. В. Дреблян. Г. Долибьев. Вспомним карту седьмого класса. Русь с центром Киева начиналась именно с объединения полян. Это вопрос достаточно простой. Здесь мы... нам не над чем особо задуматься, поэтому верным ответом будет вариант А. Поляны. Перейдем к четвертому заданию. До якого великого князя Киевського звертався візантійський імператор Іоанн Цинісхий із таким посланням. Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого, який, порушивши клятвенний договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на десять тисяч кораблях, а повернувся лише з десятком чернів, сам став перебісником своєї біди. Не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю. Давайте подумаємо, як можна трактовати сказанне імператором Іоанном Цинісхим. Він говорив о негому князі, который приплыл в столицу Византиї з большим количеством кораблей, а вернувся только з десятком лодок. Ми знаємо, що найболі неудачний поход в Византию був у князя Ігоря. В 941 і 944 року він совершив два похода, вони закінчились неудачно, тому що в одному із походів флот князя Ігоря був сожжен греческим огнем. Далі ми знаходимо підтвердження своїм мыслям, що князь Ігорь сам став перебісником своєї біди. Тут також упомінається його подальшу жалюгідна доля. Імеється в виду ужасна, мучительна і унизительна смерть. Князя Ігоря віддревлян, коли він був казнен імем, всіхід того, що два разу подряд потребував виплату дани йому. І ми понимаємо, що синим Ігоря був князь Святослав. Таким образом, імператор Іоанн Циницхий обращається к князю Святославу. Правильним відповідом буде Б. Ми його відмічаємо. П'ятий питання. Зображені на фото шедеври давньоруського зодчества є пам'ятками архітектури. А. Києва. Б. Переяслава. В. Чернігова. Г. Галича. П'ятницька церковь. Оба цих храма знаходяться в Чернігові. Правильним варіантом буде В. Ми його відмічаємо. Шестое задання. В уривку давньоруського літопису посланці прийшли до Давида і сказали йому. Це, мовлять брати, ми не дамо тобі стола Володимирського, бо ти кинув ножа в нас, а сього не було в руській землі. Йдеться про. А. Розподіл по людя. Б. Наділене помістями бояр. В. Боротьбу князів зауділи. І Г. Надання містам магдебурського права. А. Этот отримок взят из повести «Бременных лет» і упомінаться такі сабытия. Це приблизительно 1100 год. Група князей собрались в городе Увидыче, сейчас це неподалеку від Київської області, для того, щоб решити судьбу бувшого владимира волынського князя Давида Ігоревича, який лишился свого княжества в результате межусобной борьбы і стремився його вернути. Обговоривали этот вопрос великий князь Київський Святополк Ізеславич вместе со своими двоюродними братьями Олегом і Давидом Святославичем, а також с Владимиром Всеволодовичем Мономахом. Давид Ігоревич на съезд тоже приїхав, но його князья к себе не допустили і единолично приняли решение, о котором уведомили опального князя через послов. Іменно в цьому рішенні ми слайшим вот ціх слова «Ми не дадим тебе стола владимирського, тому що ти кинул в нас нож, а цього не було в Русській землі ніколи». Таким образом, ми розуміємо, що річ йде о борьбі князей за удели. Правильним ответом буде варіант «В». Ми його отмечаємо. Боротьба князей за удели. Перейдемо к седьмому вопросу. Об'єднання князем Романом Святославичем, Галлицького та Волинського князівств відбулося в а. 1187 рік, б. 1199 рік, в. 1223 рік та г. 1240 рік. Ви наверняка вже заметили, що в тестах по історії України ніколи не зустрічається дат, які б не зв'язувалися з яким-либо событием. Цей прямий вопрос предполагає знання дат. 1187 рік, ми з вами знаємо, що це перше упомінання слова Україна в слові о полку Ігоревому. 1199 рік. Це якраз і є об'єднання Галлицького та Волинського господарств, єдине Галлицько-Волинського княжества. Тому ми зразу вважаємо правильний варіант В. 1223 рік. Я вам напомню, що це неудачна для російських князей битва на рекі Калка проти монгол. І 1240 рік. Це трагічні события, зв'язані з захватом Києва монголо-татарами. Рассмотрим восьмий вопрос. Обратите, пожалуй, внимание на карту. Первое, на что вы должны обратить внимание, это на стрелки. Чёрной стрелкой нам показаны походы русських князів, зелёной – походы кучуноків і красным крестиком обозначена місце битвы. Давайте сразу посмотрим на карту. Возле Азовского моря мы видим битву на рекі Калка. І действительно, чёрной стрелкой обозначены походы русських князів, зелёной стрелкой обозначены походы монголів. Мы с вами понимаем, что здесь единственным правильным вариантом ответов будет ответ В – монголы. Потому как в битве на рекі Калка принимали участие именно монголы. Отмечаем этот вариант. Вопрос номер девять. Укажите мету братскую руху на украинских землях у XVI столетия. А. Визнання становых привилеев украинского козацтва. Б. Укладення уній між католицькою і православною церквами. В. Захист і підтримка православної церкви. І варіант Г. Ліквідація трепостної залежності украинського селянства. Давайте сразу вспомним определение братств. Б. Братства – це організація православних гаражан, які створювалися для захисты соціально-економічних і религіозних інтересів православних українців. Зная це определення, ми вже з вами можемо відповідати, що правильним відповідом буде варіант В. В. Захист і підтримка православного церкви. Остальні варіанты к нам не підходять. Братський рук не займався визнанням станових правилей українського козацтва, тим более он не був за укладення унії між католицькою православною церквами і не займався ліквідацією крепостної залежності українського селянства. Вопрос номер 10. В. Якому історичному діячеві історик Суптельний дав таку оцінку? В. Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об'єднав військову силу козацтва з політично слабкою церковною та культурну врахівку України. Варианты ответов. А. Коношевич сагайдачний. Б. Вишневецький. Б. Остроський. Т. Г. Могила. Давайте с вами подумаем. Здесь річ идёт о главе казаков. Мы понимаем, что, судя із данной цитаты, здесь говориться о лідере казаков. І лідером може бути, естественно, гейтсман. В данных варіантах ответа представлені тільки два гейтсмана. Це Петро Коношевич сагайдачний та Дмитро Вишневецький. Саціціціна, варіант В. Василь Константин Остроський та варіант Г. Петро Могила адпадав. Тепер у нас осталось тільки два варианта, і нам тепер легче выбрать правильний ответ. Давайте с вами подумаем, кто был связан из українських гейтсманов с церковью, кто выступал за православие, і в чём це вражалося. Ми не можем вспомнить в биографії Дмитро Вишневецького каких-то конкретних поступков, которые связывали бы его с защитой православной церкви. Но зато мы можем вспомнить, що Коношевич сагайдачний вместе со своїм войском, вместе со всім казачеством вступив в Київське братство і кроме того, активно содействував развитию православиї, православной церкви. Поэтому правильний здесь вариант буде А. Петро Коношевич сагайдачний. Виділяем этот вариант. Вопрос номер 11. 1632 рік – это рік створения. А. Киево-Могилянского коллегиума. Б. Львівского университета. В. Луцької братської школи. И. Г. Островської академії. Мы с вами опять сталкиваемся с простым вопросом на знание дат. И думать здесь особо не над чем. Вы должны выучить эту дату идеально. 1632 рік – это, конечно же, год создания Киево-Могилянского коллегиума. Виділяем этот вариант. 12 вопрос. Під час якої битви національно-візвільної війни українського народу середини 17-го сторіччя відбувалися події, описані в уривку з историчного джерела. І ось зібрав богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади. На раді полковники вирішили навести через річку плетиву міст, переправивши нам на той бік побільше війська, підігнати Леолянскорського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги. А. Жовтовоцької Б. Корсунської В. Зборівської Г. Берестецької Ми з вами знаємо, що Іван Багун у нас відбувався іменно в битве під Берестечком, коли Богдан Хмельницкий оказався взят кримським ханом плен, і українське військо осталось без свого прямого лідера. А. Здесь полковник конной армии Іван Багун взял всю іниціативу на себе і помог українцям выбратися за саду. Действительно, именно Берестецька битва була тяжелой і проигрышною для українців, тому що ми з вами знаємо, що Жовтовоцька, Корсунська і Зборовська битва були для українців победительними. Поэтому верною здесь буде варіант Г. Парастетико і битву. Виделяємо його. Вопрос номер тринадцять. Укажіть особливість становища Запольовської січі в роки руїни 60-70 років XVII сторіччя. А. Становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України. Б. Входила до складу Правобережної Гетьманщини. В. Перебувала під протекторатом турецького султана. І Г. Виступала самостійною військово-політичною Слобідської січі. Давайте с вами подумаємо. Конечно же, Запорожська січі никогда не була адміністративна единицей Слобідської України. Слобідської січі Слобідської січі і ніколи Даніна не знаходілась Слобідської січі 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 1795 риг. Давайте внимательно посмотрим на карту. Что мы здесь видим? Мы видим территорию заштрихована. Это у нас Галичина, потому что вот он, центр Львов. И мы знаем, что Галичина была передана австрийской монархии Габсбургов именно в результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. То есть наиболее вероятный ответ у нас будет вариант В. Но давайте проверим, какие у нас варианты еще есть. Вариант А. Бучицкий мир. Что мы знаем о Бучицком мире? Что это мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, который был заключен 18 октября 1672 года в Бучаче. Польский король Михаил Корибут Вишневецкий не способный организовать эффективное сопротивление турецкому вторжению, отказывался по договору от Подольского и Братславского воеводства, во время как южная часть Киевского воеводства отходила правобережным казакам Гетьмана Дорошенко. То есть понятно, что вариант А не подходит здесь категорически. Под вариантом В нам предлагают условия вечного мира, но мы знаем, что по вечному миру Речь Посполитая отказалась от претензий на Запорожье в пользу России. И под вариантом Г нам предлагают третий раздел Речи Посполитой, но мы знаем, что Холмщина, Подляшья, Пасяня, то есть вот такие польские территории были переданы Российской империи. То есть вариант Г тоже не подходит. Таким образом, правильным вариантом будет вариант В. Это территория, присоединенная к владениям австрийской монархии Габсбурга в результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. Отмечаем правильный ответ. Переходим к 17-му вопросу. Руська правда, Павла Пестеля, так он статутся, а мы к этому Равьёва, это программные документы. Мы с вами знаем, конечно же, что русская правда, Павла Пестеля, Конституция Никиты Муравьёва, это программные документы декабристов. Это очень простой вопрос. Действительно, если мы говорим, например, о крыло-мефодиевцах, то мы понимаем, что их программными документами является статут Святых Крылой Мефодия, это книга «Будтя украинского народа» и «Закон Божий». Если же мы говорим о громадевцах, то мы понимаем, что у них как таковых не было своих программных документов, но они издавали различные часопытцы. Если же мы говорим о народовцах, то у них тоже не было как такового программного документа, потому что свои идеи они излагали в различных журналах и газетах. Поэтому верным вариантом здесь будет ответ «Г» – декабристов. Вопрос номер 18. Когда произошло повстание, которое дало привести царской владе начать массовую русификацию Пробережной Украины? А. 1830-1831 годы Б. 1833-1837 годы В. 1846-1847 годы Вы знаете, что в текстах по истории Украины все даты связаны с событиями. Под вариантом А. 1830-31 годы у нас понимается польское восстание, которое в польской историографии носит название «Ноябрьское восстание». И мы понимаем, что тут у нас спрашивают про восстание, поэтому мы уже запоминаем себе, что возможен вариант А. Давайте подумаем, нет ли данных вариантов восстания. Вариант Б. 33-37 года 19-го столетия Это период существования русской кровицы. 1846-1847 годы которые представлены в варианте В. Это годы существования Кирилла Мефодиевского братства. И 1853-1856 годы это Крымская война. Вариант с восстанием здесь один. Это А. Мы его отвечаем. Действительно, в результате ноябрьского восстания царская власть начала массовую русификацию на правобережную Украину. Отмечаем себе верный вариант. 19-й вопрос. Кто я автором картинер, продуктию якою изображено? А. Репин. Б. Тропинин. В. Василькиевский. Г. Пимоненко. Это вопрос на знание культуры и истории Украины. Вы наверняка много раз видели эту картину и знаете, что носит она название «Девчина сподильная». Она была написана Василем Пропиняным. Отвечаем верный вариант. У нас будет В. Вопрос номер 20. Вагомым прикладом активної суспільної діяльності Головної Руської Ради під час Революції 1848-1849 років в Австрийській имперії є А. Створення Руської Трійці. Видання алмонаху Русалка Дністрове. Б. Видання Зорі Галицької. Скликання Собору Руських учених у Львові. В. Проведення Слоп'янського з'їзду в Празі. Організація наукового товариства імені Тараса Шевченка. Варіант Г. Заснування Руського інституту при Львівському університеті та Товариства Просвіта. Давайте подумаємо, які даты связаны у нас со всеми этими событиями. Ми вже знаємо по одному із предыдущих заданий, що Руська Трійці, на которую ссылаються в варіанте А, существовала з 1833 по 1937 год. Тогда же в 1937 году і був здан альмонах Русалка Дністрова. Тому ми вже з вами бачимо, що варіант А не підходить категорически. Давайте подумаємо о варіанте Б. Відання Зорі Галецької, склукання собору Русських учених у Львові. Дійсно, Зорі Галецька була печатним органом такої політичної організації, першої української на те часи, як Головна Руська Рада. І, звичайно, в 1948-1949 року починається собор Русських учених. Все це було в Львові. Тому ми дійсно розуміємо, що найбільш вероєтним тут буде варіант В. Але давайте все-таки проверимо, що ми знаємо о варіанте В і Г. Дуже якщо ви знаходите правильний відповідь, все-таки внимательно посмотріте на остальні предположені вам варіанты. В. Здесь у нас говориться о славянському з'їзді в Праазі і організація наукового товариства Мені Тараса Шевченка. Ми знаємо з вами, що наукове товариство було создано во Львові в 1873 році, і до цього наносило названня як «Литературне общество Мені Тараса Шевченка», але в 1892 році названня було змінено на «Научне общество Мені Тараса Шевченка». Це була своє праздна академія наук. Т.е. ми видим, що це 70-е годи XIX віка, значить варіант В нам явно не підходить. І обратися до последнього варіанту Русьського інституту про Львівському університеті та «Товариство про світа». Товариство про світа, ми з вами знаємо, в 1868 році в Галичене, в противовес антиукраїнським движениям культурной житті. Товариство про світа, ми з вами правильно з'явилися з варіантом В і відвичаємо віддання за рівалитику і скликання Собору і Руських учених у Львові. Отмічаємо цей варіант. Переходимо к 21-му вапросу. Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 року? А. Переселення іноземних колоністів. Б. Виплати селянами викупних платежів. В. Створення військових поселень. В. 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 Кремліні селянських надзілих з общинами. Давайте з вами подумаємо, от чого могли зависити капіталістичні відносини, зв'язані з сільським хозяйством, і як це соотноситься з крістьянською реформою 1861 року? Ну, давайте подумаємо о варианте А. Преселення іноземних колоністів. Ну, це варіант, який вряд ли підійдет сюди, да, тому що не було як такового, як такового, це явлення, масового на той момент. Якщо ми говоримо о выплатах селянам і викупних платежів, то ми якраз знаємо, що крістьянська реформа обмена крепостного права Александром II в 1861 році якраз напрозумівало то, що крістьяне можуть викупити свою землю за определенну суму і отримати на нього права собственность, в 1816 году массово, аркчеєвам. І розуміємо, що це було раніше, ми вирішили, що буде варіант Б, тому що ми вспомнили с вами услови цієї земельної реформи 1861 року, і вспомнили, що дійсно одним із условий було виплата помещикам викупних платіжей крістьянами, відвічає варіант Б. Вопрос номер 22. Програмові положення якої організації наведено в уривку з документу? Ми, свідомі українці, навзавжди пориваємо зв'язок з українофілемами. Ми отдаємо всі наші сили на творення української культури, на соціальне-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми виживаємо тільки українську мову, ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки. Кожен повинен протягом року вивчити українській грамоті не менше двох членів для нашої організації. А. Кирило-Мефодіївське братство. Б. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. В. Братство Тарасівців, Г. Старо Київська громада. Чотири варіантів, давайте подумаємо над кожним із них. Ну що ми знаємо про Кирилло-Мефодіївське братство? Основне відділ членів Кирилло-Мефодіївського братства було создання так называйної Слав'янської федерції, де кожен славянський народ получив би право на розвитие своєї собственої культури, традиції, і при цьому должна була бути создана така бача федеративна держава. Т.е. ми з вами понимаємо, що указанні ці ідеї не соответствують деяці Кирилло-Мефодіївського братства. Тому варіант А нам однозначно не підходить. Давайте подумаємо над варіантом Б. Підденну Захинний відділ российського географічного товариства. Що ми знаємо про нього? Ми знаємо, що це була така научна організація, це була частина імператорського російського географічного обсяця. Офіціально ця організація була відкрита в 1873 році, і працючувала до 1876 року. І круг інтересів її членів вирішували статистичні, географічні, історичні, етнографічні і лінгвістічні історії. Т.е. ніяк вони не були зв'язані з політикою, о чому говориться в программному положенні указанні організації. Т.е. варіант Б подаві. Варіант В. Братство Тарасівців. Ми з вами знаємо, що Братства Тарасівців були зв'язані з політикою, і ми їх відносимо к молодим громадам, які, ви знаєте, більше уклонялись в політику. І дістові, крім культурно-просвітітельської діяльності, розширення українського языка, в семі, в учріжді, в школах, обучення дітей української грамоти, культивування ідеї шевченка, все це дістові було в працтві Тарасівців, тут об цьому говориться, як раз в цьому тексті. Також тарасівці відбували політичні постулати освобождення української нації з-під московського Єрма, полной автономії для всіх народів Російської імперії, соціальні справедливості, т.е. варіант В наиболее вероятний. Давайте посмотрим на варіант Г, стара краївська громада. Ми з вами знаємо, що вони займалися в основному культурно-просвітительською деятельністю, але також підбували національну українську ідею в масу, але все-таки вони не були тесно зв'язані з політикою. Також, якщо варіанты А, Б і Г все-таки в відношіній політики достаточні нейтральні, то Братство Тарасівців действительно отвечає указанним программним положенням. Тому ми відповідаємо варіант В, Братство Тарасівців. Виделимо цей варіант. Двадцять третій вапрос. Що проскорило процес руйнування традиційних галузей господарства західноукраїнських земель у другій половині до ХІХ століття? А. Масово трудове міграти оселянства. Б. Националізація промыслових підприємств. В. Малуземель украінських селян. Г. Будинництвом рейжі залізниці. Давайте сначала определимося с тем, що ми розуміємо підтрадиційніми отраслями хозяйства. Традиційніми отраслями було земледелие, також дуже розвитіла була легка промышленность, древообрабатувальність, тому що ми розуміємо, що на западноукраїнських землях достаточна лісна містності, скажімо так, і там було розвиті буважне производство і так далі. І с развитием железнодорожних путей, строительства сетей і железних дорог почалася інтенсивна виробка лісів, добыча нефти, тому що все це переправлялося в вагонах інтенсивна. Другі государства шло на імпорт, і природні ресурси приносили западноукраїнським землям огромні прибили, і, соответственно, традиційні отрасли промышленності стали терпеть разрушення, тому що вони були мені рентабельними тепер. Тому правильний відповідь здесь буде Г. Будівництво мережі Залізниць. Вопрос номер 24. Яке щоденне періодичне видання було започатковане Євгеном Чокаленком у роки революції 1905-1907 роки? А. Зоря Галицька. Б. Рада. В. Основа. Г. Ромада. Давайте с вами подумаем, когда же издавалась Зоря Галатика. Ми вже ставилися з цим вопросом і знаємо с вами, що це 1848 год. Це печатний орган 1-й української політичної організації у Лавна Русська Рада. І. Последнім варіантом відповідей у 24-му вопросі буде відповідь Б. Журнал Рада. Ми його відмічаємо. 25-й вопрос. Які українські землі під час Першої світової війни були окуповано російськими військами в 1914 році? А. Східна Галичина, Північна Буковина. Б. Холмщина, Західна Волынь. В. Західна Подільна, Східна Волынь. Г. Закарпаття, Мармурощина. Давайте подумаем. Ми з вами знаємо, що в 1914 году на території Австро-Вінгриї оккупированной була создана Галинська-Буковинська генерал-губернаторства. Лідером його генерал-губернатора был граф Георгий Бабринський. Поэтому мы сразу видим уже по названию этого генерал-губернаторства, что была окупирована Східна Галичина та Північна Буковина. Это очень простой вопрос из темы Первая мировая война. Я надеюсь, что он не вызовет сложности. Мы отвечаем вариант А. Східна Галичина, Північна Буковина. Итак, 26 вопрос. Який документ Володимир Воленченко назвав нечим іншим, як цинічным и провокаційным порушенням угоди 16 липня и увертим бажанием выдрати из рук Украинства все его революционные здобутки. А. Резолюцію Харківського з'їзду Рад про організацію влади на Украине. Б. Постанову з'їзду народів Росії про федеративний устрій Російської держави. В. Маніфест до українського народу говорил Владимир Воленченко. Ми с вами понимаємо, що відбувається, що відбувається, що відбувається на Україні. в августі 1917 року. А. Резолюція першого з'їзду Рад України про організацію влади на Україні була підписана тільки в декабрі місяці 1917 року. Постанову з'їзду народів Росії про федеративний устрій Російської держави була підписана в сентябрі 1917 року. Маніфест до українського народу з ультимативним і вимогом до української ради це господарський акт Савнаркома Савнаркома Росії, який був іздан в зв'язку з контрреволюційній політики Центральній Раді і він був составлений на основі постановлений Савнаркома от 3 декабря 1917 року і одновременно з обращенням з ультиматумом к Центральній Раді і з маніфестом к українському народу. Він був підписан в спеціальній комісії во главі з Владимиром Івичем Лениным і опублікован от імени Савнаркома 5 декабря 1917 року в газете «Правда». Але в програмі по історії України ці три документи практичіски ніколи не фігурирують, вони можуть бути, скажімо так, проходні, поэтому ми з вами відвічаємо. Тимчасова інструкція генеральному секретаріату тимчасового уряду на Україні. Правильний варіант відвіта буде варіант Г. 27-й вопрос. Про яке державне утворення йдеться в уривку з історичного джерла? Характер державної системи складно визначити. Найправдоподібніше це мала бути конституційна монархія, відмінна від традиційної самодержавної системи в Росії. Її характер визначався українською історичною традицією. А. Українську державу гетьмана Павла Скоропацьку. Б. Українську народну республіку добы Центральній Рады. В. Західну Українську народну республіку. Г. Українську народну республіку добы директорії. Обратите, пожалуйста, внимание. В услові задання говориться о монархії, но в представленних вариантах под номером Б, В і Г ми видим в названні «государство» слово «республіка». Поэтому республіка – це противоположна форма правління монархії. Поэтому наиболі вероятним ответом у нас буде відповідь А. Українська держава гетьмана Павла Скоропацьку. Действічно, ми з вами знаємо, що она отличалась своєм монархічним струєм, тому що вся полнота власні принадлежала іменно гетьману. Кроме того, гетьман дуже яро п'ятався повернути українську історичну традицію. Возродив український язик, дуже багато вложив в українську науку і образовання. Поэтому ми з вами отвечаємо. Ответ А. Українська держава гетьмана Павла Скоропацьку. Ми видаємо этот відповідь. 28-й вопрос. Другий замовий похід військ армії УНР здійснено з метою. А. Допомогти українській галицькій армії в боротьбі з польською агресією. Б. Підняти народне збройне повстання проти більшовицької влади. В. Підтримати дії революційно-повстанської армії Нестора Махна. Г. Дезорганізувати тил білогвардійських військ генерала Врангеля. Давайте с вами подумаємо, що ми знаємо о второму зимнім поході. В. Підтримати дійсній генералі героїческой попуткій армії Української Народній Республіки в ноябре 1921 року вооруженним путем возобновить украинскую государственность. В це время в Україні большевиками проводилась жестка военно-коммунистическая политика. Ми її знаємо. Як военний коммунизм, там применялись репрессивні карательні акції, военна сила, отбиралися хлеб і другие продукты. Ми це знаємо як протразверстку. В октябрі 1921 року командованням армії ОНР і повстанчіської команди був разработан спеціальний план, який предусматривав предоставлення военній помощі партизанському движенню в Україні. Активні действия повстанчіських отрядів должны були воспрепятувати вывозу продовольствия з України в Россію і тем самим спасти население от голода, який как раз пришелся на зиму 1921-1922 годів. Це перший голодомор, який був спровоцірован именно большевистській політикою военному коммунізму. Поэтому, исходя із вот этих знаний о второму зимовому поході, ми, конечно же, понимаємо, що здесь не идет речі о помощі української галецької армии в боротьбі з польською агресією, здесь не говориться о революційно-повстанчіській армії Нестера Махна і нет речі о войне з білогвардійцями. Поэтому, єдинствено правильним варіантом ответа здесь буде варіант Б піднятое народне збройне повстання проти бельшовіцької влади. Отмечаємо цей вопрос. 29-й вопрос. Що зумовило появу зображеного плаката? Посмотрите внимательно на плакат. На ньому ми видим надписи «Дар американського народу» АРА Герберт Гувер. Варіанты ответов. А. Запровадження НЕПУ. Б. Поширання голоду. В. Початок боротьбы з непісемністю. Г. Упровадження політики к організації. Что мы с вами знаем о такой организации как АРА? АРА сокращено от английского American Relief Administration это Американская администрация помощи и ее руководителем был Герберт Гувер. Эта организация была создана для оказания помощи европейским странам пострадавшим в Первой мировой войне. В 1921 году в связи с голодом в Поволжье и в некоторых регионах Украины деятельность АРА была разрешена официально. Поэтому глядя на плакат мы видим женщину одетую в одежду американского флага которая раздает хлеб детям. Поэтому мы понимаем что правильный вариант ответа это вариант Б поширення голоду. Вопросы с плакатами как правило наиболее легкие. Тридцатый вопрос. У якому урыбку из историчного джерела видображена одну спрочинопровадження в Украине на початку затримать народу, захоплившись техницизмом. Давайте подумаем о том, что мы знаем о политике коренизации. Коренизация это политическая и культурная кампания советской власти в национальном вопросе в 20-е и начале 30-х годов 20-го столетия. Она была призвана сгладить противоречия между центральной властью и нерусским населением Советского Союза. Целью коренизации являлось укрепление большевистской власти на местах. Незначительный процент национальных, то есть нерусских кадров в партийных и советских органах большинства национальных республик автономий вызывал беспокойство центрального руководства, так как это означало ослабление авторитета и привлекательности власти в глазах местного населения. Многие партийные и советские функционеры на местах не знали языка местного нерусского населения и пренебрежительно относились к его традициям и культуре. При этом демонстрировали такой великорусский шовинизм. Поэтому политика коренизации она шла скажем так не снизу а сверху. Ее цель была в том, чтобы должности в партийных кругах посты чиновников занимали люди той национальности в какой республике они работают. в Украине коренизация называлась украинизация и так далее. И мы понимаем, что правильным вариантом ответа здесь будет В. Зрастание украинского культуры и украинской интеллигенции и Д. швидкими темпами. И якщо мы это говорится о власных кругах России то есть здесь как раз мы понимаем, что речь идет о том, что политика коренизации была предусмотрена именно в высших правящих кругах Советского Союза. Отмечаем подходящий нам вариант. Вопрос 31. Постанова РНК ОСРР про занесення на чорну дошку колгоспів за злісне саботування хліба за готівель призвела до А. Конфіскації всього продовольствия і посівного фонду припинення постачання товарів. Б. Ліквідації куркулів і підкрукульників виселення решти селян до Сибіру. В. Надання екстрено-продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян одноосібників. Г. «Вилучшення господарську ремоненту та промислово відправлення колгоспників на промислові новобудову». Что же это за постановление? Постановление о занесении на черную доску сел, которые злостно саботировали хлебозаготовки. Оно було издано 6 декабря 1932 года. И там говорилось о том, что такой позорный провал хлебозаготовок в отдельных районах Украины несет за собой такие последствия. Немедленно должен быть прекращен ввоз товаров. Полностью должна быть прекращена кооперативная и государственная торговля на местах. Из магазинов вывозились все товары. Полностью запрещалась колхозная торговля как для колхозников, так и для единоличников. Прекращалась любое кредитование, проводилось досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств. И кроме того, колхозы указанных сел проверялись и очищались от так называемых контрреволюционных элементов, то есть организаторов срывов либо заготовок. Поэтому мы понимаем, что здесь не говорится о ликвидации куркулифи, педкуркульники в высылании рэш-то-селян до Сибиру. Потому что это было позже, это было, когда началась такая активная коллективизация. То есть вариант В не подходит. Конечно же, ни о какой экстренной продовольственной помощи членам колхоза тоже речи не шло, поэтому вариант В также отпадает. Мы ничего не слышали о ликвидации вот этого хозяйственного ремонента и принудительном отправлении колхозников на промышленные новостройки. Поэтому методом исключения мы видим, что подходящий вариант у нас А. Конфискация всего продовольствия и посевного фонда, прекращение поставки товаров. Правильный вариант ответа будет вариант А. Вопрос 32. Что стало наслідком розгортания в СРСР в Стахановском руху? А. Підвищение норм виробитки продукции. Б. Заборон работникам самовольно залишать предприятие. В. Уведение криминальной відповідальности за запизнение на работу. Г. Запроваджение самоденного рабочего тижня. Этот вопрос достаточно простой. Мы с вами знаем, что Стахановское движение это массовое движение последователей Стаханова. новаторов социалистического производства, рабочих, колхозников, инженерно-технических работников с целью многократно превысить установленные нормы производства. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что правильный ответ будет ответ А. Підвищение норм виробитку продукции. Мы его отмечаем. 33. Вопрос Для какого урока было характерным уподи описание в урывку из исторического джерела. У селі Копилі в Сокольскому повету Львівського воеводства знищено приміщення читальні, подарили бібліотечные книжки и портрети Шевченка и Франка. Після знищення читальні установлено людей перечитальні и змушено их кричать «Хай живет Пілсуцкий». А. 1918 р. Б. 1923 р. В. 1930 р. Г. 1939 р. Мы понимаем, что речь идет о таком ужасном явлении, как пацификация, которая проводилась в Галичине. Это такая репрессивная акция, которая проводилась польской властью в сентябре-ноябре 1930 по приказу Юзефа Пілсуцкого с использованием силовых структур таких, как полиция и армия против украинского гражданского населения Галичины. Оно еще носило такое название достаточно жестокое, как умиротворение, потому что по своей сути это были карательные акции, они охватили около 450 населенных пунктов в 16 районах Галичины. Особое внимание коральных отрядов уделялось не только местным активистам, учителям и священникам, но и всем украинским учреждениям, таким как школы, просвиты, кооперативы. И во время акции в каждом селе отдельные жители поддавались экзекуции, их били, систематически разрушали их имущество. Людей, которых арестовывали по заранее составленным спискам, собирали в общественных помещениях, каждого били, при этом унижали еще и морально, заставляли ругать Украину и выкрикивать здравницы в честь Юзефа Пилсудского, петь польский гимн. Над ругательством также поддавались все проявления украинства, такие как надписи на украинском языке, кладбище сечевых стрельцов и также портреты Франка и Шевченко. По сути, это вопрос на дату, то есть, если вы понимаете, что речь идет о таком явлении, как пацификация, то для вас не будет сложностью ответить на этот вопрос правильно, мы знаем, что пацификация имела место в 1930 году, отмечаем правильный вариант ответа, это вариант В. 34-й вопрос. Национальная визвольная борьба украинского народа против оккупантов уроки Другое святое війни Великой Отечественной войны, которая была частью Второй мировой войны, возникло такое явление, как движение сопротивления, оно было представлено движением партизанских отрядов, которыми руководили Сабуров, Федоров, Руднев, Ковпак, изначально эти отряды действовали разобщенно, но в годы войны, в 1942 году, был создан украинский штаб партизанского движения, которым руководил генерал Стракач, и партизанская борьба стала более систематичной, она стала более агрессивной, скажем так, по своей форме, поэтому этот вопрос, мы видим, что правильный ответ на него будет вариант Г, Питпильна, это партизанская борьба протеза Армакев, отвечаем на этот вопрос. Таким образом, мы переходим к решению 35-го база. Укажите результат наступальных операций радянских войск, сделанных в серпне-грудне 1943-го года. А. Звольнение Левобережной Украины и Донбассу, початок визволения Правобережной Украины, визволение Одессы, створение спрятых умов для звольнения Певденной Украины от Кримского півострова, завершение визволения від нацистской окупации цієї территории Украины въеду военных кордонах. Та вариант Г. Звольнение Правобережной Украины, та Молдавии, паренеса неблагоди на территорию Країни. Сразу обратите внимание, нам говорится о периоде август-декабрь 1943-го года. Мы понимаем, что это второй период Великой Отечественной войны. Посмотрите, пожалуйста, на предложенные вам варианты. Вы видите, что вариант А. Звольнение Левобережной Украины та Донбассу, початок вызвала неправобережной Украины, как раз совпадает со вторым периодом Великой Отечественной войны. Запоминаем себе вариант А, как возможный правильный ответ. Смотрим дальше. Вызвольнение Одессы, створение спрятливых умов для звольнения Певденной Украины, интергримского певостова. Мы с вами знаем, что это произошло в апреле 1944 года. Таким образом, мы понимаем, что вариант Б явно неправильный. Смотрим дальше. Вариант В. Завершение вызвания від нацистской оккупации всей территории Украины в виде до военных кордонов. Мы знаем, что это произошло осенью 1944 года. Таким образом, вариант В у нас также отпадает. Извольнение правобережной Украины та Молдавии, перенесение на территорию Румынии. Это также конец 1944 года, тоже третий период Великой Отечественной войны. Таким образом, правильный вариант ответа у нас будет вариант А. Звольнение Левобережной Украины та Донбасс. Початок вызволения Павобережной Украины отмечает этот вариант как правильный. Переходим к 36 вопросу. У якому році відбулася подія відображена в уривку з историчного ситуации, когда благодаря героичным подвигам и славной победе Радянского Союза все украинские земли объединялись вместе. Собор постановляет скасировать постанову Берестейского собора 1596 года, ликвидировать Унию и вернуться к нашей Батьковской Святой Православной Вири и Русской Православной Церкви. Вариант А. 1939 р. Вариант Б. 1944 р. Вариант В. 1946 р. Вариант Г. 1949 р. Мы с вами понимаем, что речь идет о ликвидации украинской греко-католической церкви. На самом деле это действительно была ликвидация, хотя она подавалась под видом самороспуска. Уже в марте 1945 года в Совете по делам Русской Православной Церкви был разработан комплекс мероприятий по отрыву прихода в греко-католической церкви в СССР от Ватикана и по следующему присоединению к Русской Православной Церкви. И этот план, как мы знаем, был одобрен Иосифом Сталином. После восстановления советской власти на западе Украины НКГБ способствовал созданию среди части греко-католического духовенства так называемой инициативной группы, которая призывала к упразднению унии между греко-католической церковью и Римом из-за её слияния с Русской Православной Церковью. И это решение было принято на Львовском соборе в марте 1946 года. И сейчас представители Украинской Греко-католической Церкви не признают этот Львовский собор и называют его псевдо-собор. Таким образом, это вопрос классический на знание дат. И мы с вами должны эту дату знать уже хорошо. Это 1946 год. Вариант В. Переходим к 37 вопросу. Створение родноргоспив у других половыми 1950 первой половины 1960 годов призвело до А. Переход підприємств на повний госпозрахунок у межах экономичних зон. В. Становление щомесячного авансування та пенсій за віком для колгоспників. В. Послабление союзної номенклатури та посилення роли місцевих керівників. Г. Відновление товарно-грошовых відносин і централізованого планування. Давайте с вами вспомним, что же такое родноргоспа. По-русски это самнархозы. В Советском Союзе всяческие аббревиатуры очень любили. Самнархозы расшифровываются как Советы Народного Хозяйства. Что мы о них знаем? Это государственные органы территориального управления народным хозяйством СССР. И было принято решение начать реформу системы управления. И в ходе этой реформы территория СССР была разделена на экономические административные районы, в которых создавались Советы Народного Хозяйства. Вот эти самые самнархозы. Районы образовывались Верховными Советами Союзных Республик. Ими же утверждались председатели, их заместители и члены. Самнархозы подчинялись Советам Министров Республик, и при этом их председатели могли входить в состав Совета Министров. Таким образом произошла децентрализация управления. И в связи с реорганизацией системы управления в 1957 году было упразднено большинство общесоюзных и союзно-республиканских министерств, которые занимались вопросами промышленности и строительства, а подведомственные им предприятия и организации были переданы непосредственное подчинение Местным Советам Народного Хозяйства. Таким образом мы с вами понимаем, что верный ответ будет послабление союзной номанклатуры до посылания роли местных коренных Киев. Отвечаем этот вариант, поскольку зная все то, что мы сказали о Сунберхозах, мы понимаем, что не вариант А, переход приемства на полный госпрозрахунок не подходит. Нигде не говорится об установлении еще месячного авансования топенции за веком для госпнокев, нигде не говорится об обновлении товарно-денежных отношений и централизованного планирования. Поэтому вирный вариант будет ответ В. 38 вопрос. Про кого з громадских диячев идется о спогадах сучасника? За своим покликанием из ласки Божьей поэт. Вин поэт не только не пересечный, а рідкісный своим талантом и культурой. Доля призначила ему в житті еще и роль политвязни. А. Стус. Б. Загребельный. В. Чорновол. Г. Параджан. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь нам с первых строк понятно, что речь идет о поэте. Давайте подумаем. Из поэтов мы тут сразу видим Василя Стуса. Загребельный был тоже писателем, но не поэт. Мы знаем, что он опубликовал свой роман Роксолана, Европа-Запад, романы Европа-45. Много чего у него было интересного, но он не поэт. Черновол. Мы с вами знаем, что он у нас диссидент, а Параджанов режиссер. Таким образом, действительно, Василь Стус является поэтом. И здесь еще говорится о том, что ему в жизни досталась роль политзаключенного. Мы знаем из биографии Стуса и такие его трагические страницы. Поэтому мы понимаем, что правильный ответ здесь будет вариант А. Стус. 39-й вопрос. На какой проблеме радянской действенности 1970-1980 годов фокусирую увагу зображена каркатура? Напис на каркатуре. Молоді люди походили б для тренування з моєї заяви. Что ты, бабцю, на больше 50 км не ходим? Варіанти А. Социальной незахищенности людей похилого віку. Б. Непопулярности легкоатлетичного спорта. В. Похищением стану здоровья молодого поколения. Варіант Г. Бюрократизм державного управлінського аппарата. На самом деле вопросы с плакатами одни из самых простых тестов. Давайте подумаем, о чем же здесь идет речь. Конечно же, на плакатах обычно акцентируется внимание на самых злободневных социальных проблемах. Естественно, что первое, о чем мы можем подумать, это социальна незахищенность людей похилого віку. Но если мы посмотрим дальше, то мы увидим, что нам подходит вариант бюрократизма державного управлінського аппарата. Действительно, мы понимаем из плаката, что спортсмены отказывают пожилую женщину походить с ее заявлением, потому что они не ходят больше 50 км. Таким образом, мы понимаем, что простому гражданину для решения своего какого-то вопроса понадобится очень много кабинетов обойти и потратить на это много сил и здоровья. Поэтому правильный ответ здесь будет г. бюрократизм державного управлінського аппарата. Отвечаем на этот вопрос. Вопрос номер 40 У який період розгорнувся процес отображений в уривку с документами. Рада министров ОРСЕ обязала виконкову місцевих рад, народных депутатів Кримской области вжити додаткових заходов для своєчасного надання в установленому порядку кримским татарам, які повертаються земельних ділянок для будивництва житлових будинків. Вариант А відбудови Вариант Б відбудови Вариант В застою Вариант Г перебудови Ми з вами вже знаємо, що массове возвращення кримських татар к себе на Родину началось в 1989 году і сьогодні в Криму проживаєт около 250 тисяч кримських татар і основными проблемами кримських татар после возвращення стала массовая безработица, так же они столкнулись с проблемами с выделением земли і развитием інфраструктуры, которые возникли за 15 лет кримсько-татарських посёлков. То есть 1989 год это период перестройки, приход Горбачёва. Таким образом мы с вами понимаем, что это у нас старо-будова Вариант Г зная дату, когда было подписано это постановление мы отвечаем с вами вот так. То есть вид будова это мы понимаем с вами, что это Песлевогена Витбудова это годы правления Сталина, Витлыга это период Хрущева, застой это у нас Брежнев. То есть мы ответили вот таким вот образом. 41 вопрос. На диаграмме видображены результаты другого тура президентских выборов в Украине. Посмотрите, пожалуйста, на диаграмму. Мы видим, что 53,6% населения проголосовали за Ленина кучму. 37,8% отдали свои голоса за Петра Симоненко и 3,4% населения проголосовали против всех. Варианты ответов А. 1991 р. Б. 1994 р. В. 1999 р. Г. 2004 р. Давайте с вами подумаем. Леонид Кучма баллотировался на пост президента, участвовал в выборах в 1994 и 1999 году. Таким образом, у нас остается только два возможных варианта ответов. Это В и В. Но мы видим, что одним из участников президентских выборов был Петр Симоненко. Но мы с вами знаем, что в 1994 году он не участвовал в президентских выборах. Значит, это 1999 год. Правильный ответ вариант В. 42 вопрос. Еще я свидетельствую Незалежной Украины с Організацией ПВНО Атлантичного договора НАТО. А. Відмова від загальної військової повинності для комплектування армії. Б. Приєднання до программи партнерства заради миру. В. Проголошення безъядерного статусу держави. Г. Розмещення на території України військових баз блоков. Давайте порассуждаем. Что мы знаем о варианте А. Відмова від загальної військової повинності для комплектування армії. Мы знаем, что в 2006 году были внесены изменения в закон Украины про загальний військовий обов'язок та військову службу. И с этого времени закон стал называться про військовий обов'язок та військову службу. То есть название закона теперь отсутствует слово загальний. И мы с вами понимаем, что это никак не связано с сотрудничеством с НАТО. Вариант Б. Приеднание до программы партнерства за Рады Миру. Украина является единственной страной партнером НАТО, которая принимает участие во всех основных текущих миротворческих миссиях. Под ее руководством и украинские миротворцы были задействованы в выполнении заданий в составе Международных сил безопасности ОСОВА, тренировочной миссии НАТО в Ираку. И Украина также является участницей антитеррористической операции НАТО активной усилий. В 1994 году Украина присоединилась к стране правильного партнерства за Рады МЫР. Таким образом, мы с вами понимаем, что, скорее всего, правильный вариант ответа будет В. Давайте подумаем о других вариантах. Вариант В. Проглошение безъядерного статуса держава. Как известно, в январе 1994 года Украина, Россия и США подписали трехсторонний договор о безъядерном статусе Украины, согласно которому США и РФ гарантируют ее безопасность. И позже, 5 декабря 1994 года в Будапеште ядерные государства предоставили Украине гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. То есть речь о США здесь идет, но конкретно мы не видим подтверждений в данном варианте. Сотрудничество Украины с НАТО. И вариант Г размещено на территории Украины висковых баз блоков. Как известно, баз НАТО в Украине нет, поэтому мы понимаем, что правильный ответ будет вариант В. Приеднание программы партнерства зарады мыру. Отвечаем на этот вопрос. Теперь мы перейдем к рассмотрению задания на установление соответствия. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Задание на установление соответствия. В тесте всего шесть таких заданий и в 2015 году планируется столько же. В бланке ответов они выглядят вот таким вот образом. Запомните, ни в коем случае нельзя ставить несколько крестиков в один ряд. Советы для выполнения заданий. Всегда обязательно читайте сначала левую колонку, затем правую и только после этого начинайте отвечать. Вычеркивайте создавшиеся пары. Один правильный ответ равняется одному сырому тестовому балу. Полностью правильное решенное задание это 4 сырых тестовых балла. 43 вопрос. Установите ответ между периодом стародавшей истории и изменениями, которые произошли в период в жизни общества. Первое палеолит, второе мезолит, третье неолит, четвертое бронзовий век. А. Винайдення водного транспорту плота, човна, приручення перших тварин. Б. Прехід до силого способу життя, приручення більшості свійських тварин. В. Використання перших знарядь праці, зародження мистецтва та релігійних уявлень. Г. Витіснення каменю штучним матеріалом у виробництві знарядь граці, приручення куня. Д. Використання плуга для оброблення землі, панування кучівників у степовій частині України. Когда ви дополняєте задання на восстановлення соответствія, ви всегда должны сначала прочитати полностью леву колонку, а затем праву. И только тогда начинать искати соответствія. Давайте с вами начнем с палеолита. Это самый первый период каменного века. мы с вами знаем, что именно в этот период использовались первые приспособления труда, происходит зарождение искусства, вспомним наскальные живописи, и религиозные представления. Поэтому первое у нас будет В. Отмечаю. Мезолит. Мезолит у вас сразу должен ассоциироваться с появлением водного транспорта. Действительно, именно в мезолит был изобретен плод, лодка. в этот период были придуманы лыжи, в этот период человек начинает приручать первых животных, поэтому правильный вариант будет 2А. Отмечаю. Неолит. Новый каменный век. Мы знаем, что в этот период произошел переход к оседлому образу жизни, и было приручено большинство домашних животных, поэтому 3 у нас получается Б. И последнее остается бронзовый век. И два возможных варианта ответов. Это Г и Д. Мы знаем, что панование к учебнике выступив вичистой неукраины это у нас уже железный век, поэтому остается бронзовый. Это действительно вытеснение камерным штучным материалом в вырубнице изнаряд прати, а приручение коня. Таким образом, 4 это Г. 44 вопрос. Установить відповідність между названием документа и его укладки. 1. Зборьевский договор. 2. Курукевская угода. 3. Белоцеркевский договор. 4. Газецкие пункты. А. 1621 рік. 1625 рік. В. 1649 рік. Г. Г. 1651 рік. И. Д. 1658 рік. Это классический вопрос на знание дат. Он не должен у вас вызвать сложности. Давайте подумаем. Сборьевский договор. Мы с вами знаем, что этот договор был заключен Богданом Меницким в ходе Национальной освободительной войны. И сразу видим, что правильным будет вариант В. 1649 год. Ставим. 1. В. Курукевского угода была подписана Марком Жмайлом в 1625 году. Ставим. 2. Б. Белоцеркевский довывир. Это тоже договор подписанный Богданом Меницким в ходе Национальной освободительной войны. Очень неудачный для украинцев. Он был подписан после поражения украинцев битвы под Берестечком в 1651 году. 3. Г. И гадяцькие пункты подписаны Иваном Воговским в 1658 году. 4. Д. 45 вопросов. Установить відповідність між прізвищем діяча та його характеристиками. 1. Маркіян Шашкевич 2. Иван Могильницький 3. Иван Франко 4. Михайло Рушевський А. Русская Троїця Которая существовала с 1833 по 1837 год. Я уже сразу поставила правильный ответ 1. А. Что мы знаем об Иване Могильницком? Мы знаем, что он был украинским церковным деятелем, ученым-филологом. Он также был опеканом школ перемышленской епархии и одним из предводителей национального возрождения в Галичине. Поэтому подходящий ответ у нас организатор Освитнего Товариства Галлицько-Грекко-Каталлицько-Священники. 2. Мы ставим В. Иван Франко Что мы знаем об Иване Франко, кроме того, что он был писателем? Что он был основателем первой украинской политической партии, а именно русско-украинская радикальная партия. Поэтому мы сразу увидим, что вариант 3 совпадает с буквой Б. И последнее Грушевский. Конечно же, если у нас осталось два варианта автора фундаментальной прайти из истории Украины, это основная коллапоративная уроку в Калачине, то мы понимаем, что сюда подходит вариант Г, поскольку Михаил Грушевский написал очень важную для истории Украины Работа, которая получила название История Украины Руси. Переходим к 46 вопросу. Установите третий всеукраинский съезд Рад. А. Проголошение Захидноукраинской Народной Республики. Б. Запроваджение продовольчей диктатуры проторскладки. В. Передача всей повноты влады директории УНР. Г. Прийнятя первой Конституции УСРР. Д. Обраня Павла Скоропадького ледьманом Украины. Давайте подумаем. Этот вопрос, конечно же, немного сложнее. Что мы здесь видим? Ну, давайте начнем с первого. Всеукраинский хлеборобский конгресс. На нем, как мы знаем, Скоропадский был избран гейтманом Украины. Он у нас происходил из украинской хлеборобской демократичной партии, поэтому мы сразу видим, что под цифрой 1 подразумевается вариант с буквой D. Трудовый конгресс Украины. Мы знаем, что Трудовый конгресс Украины передал всю полноту власти директории УНР, которая изначально была временным органом, созданным специально для ликвидации гейтманского режима, но потом все-таки было решено всю высшую власть передать директории. Поэтому цифра 2 соответствует букве V. Украинская национальная рада. Украинская национальная рада это был высший законодательный орган власти, который возглавлялся Евгением Петрушевичем, и именно этот орган провозгласил создание Западноукраинской народной республики. Таким образом мы видим, что варианту 3 соответствует вариант с буквой А. И последнее. Третий всеукраинский съезд рад. Мы знаем, что Третий всеукраинский съезд советов у нас проходил в марте 1919 года, и именно на нем была принята первая конституция УСР. УСРР. Кстати говоря, когда в 1937 году была подписана новая конституция, УСРР поменялось свое название и стало называться УРСР. То есть вместо слова социалистичный на первое место было поставлено слово радиантика. Таким образом, если вы встречаете вот такую аббревиатуру УСРР, то вы понимаете, что речь идет о событиях до 1937 года. Если вы уже встречаете где-то в тесте или в тексте аббревиатуру УРСР, то вы понимаете, что это уже после принятия новой конституции. Таким образом, варианту 4 соответствует буква Г. Отвечаем. 47 вопрос. Установить липовидность межъявящим периоду радянской модернизации и его наследства. 1 Индустриализация 2 Коллективизация 3 Масовые репрессии 4 Культурная революция А. Ликвідация индивидуального селянского господарства Б. Перевищение промислового виробництва на сельско-господарском В. Навязывание суспільства коммунистично идеологии Г. Ликвідация багатопартийности для насадження суспільства атмосфери спрах. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, вы, конечно же, должны быть знакомы с такими понятиями, как индустриализация и коллективизация. Я думаю, что в процессе подготовки к внешнему независимому оцениванию вы уже выучили эти термины. И мы с вами понимаем, что под индустриализацией у нас, конечно же, подразумевается перевышення промыслового вырубництва на сельско-господарськем таким образом. Один соответствует варианту Б. Коллективизация, которая началась у нас в 1927 году. Это ликвидация индивидуального селянського господарства таким образом под вариантом два. У нас соответствует ему вариант А. Масса или репрессия? Это очень просто. Конечно же, это насаджение в суспельстве атмосферы страха. Таким образом, варианту три соответствует буква Д. Отмечаем, три Д. И культурная революция. Конечно же, из оставшихся вариантов ликвидация багатопартийности, то навязывание суспельства к коммунистичной идеологии подходит сюда. Вариант В. Таким образом, четыре В. Мы справились с этим заданием. 48 вопрос. Установить відповідність між прізвищем діяча та висловлювальем, що йому належить. Перше. Борис Патон, другий Олег Антонов, третий Віктор Глушков та четвертий Никола мусор. А. Потрібно примусити себе працювати фізичною розумовою, важко і багато. Для цього необхідні мотиви, надзавдання. Для мене таким надзавданням була спочатку хірургія, згодом наука і написання книг. Б. За фахом я математик, і науковий потяг до питань теоретичної фізики пояснюється тим, що в цій галузі багато захоплюючих проблем, успішне розв'язання яких залежить від розробки математичних методів. В. Тільки розробка нової архітектури обчислюваних систем дозволить вирішити проблеми створення супер-ЕОМ, продуктивність яких збільшується на обмежену при нарощуванні апаратних засобів. Г. Найцікавіша частина нашої роботи – це краса в техніці. Конструктор часто може йти від краси до техніки, від рішень естетичних до рішень технічних. Ми добре знаємо, що красивий літак літає добре, а не гарний погано або й взагалі не літатиме. Д. Вже 10 років прийшло, як ми розробили нову технологію високочастотного електрозварювання живих тканин. Ми маємо відповідні свідоця, міжнародні сертифікати, які дозволяють проводити такі хірургічні апарати і безпосередньо на людині. Ми з вами розуміємо, що для того, щоб відповідати на цей вопрос, ви должны знати о представленних персоналіях найбільші. Давайте начнем с первого, с Бориса Евгеньевича Патона. Ми знаємо, що це український ученій, який исследовав процес в області сваривання, металлогі і технології металлів. Це доктор технічних наук. Він є також і директором інститута електросварювання ім. Євгенія Патона на Нан України. То є все, що зв'язано з електросварюванням, це у нас Торис Патон. Таким образом, ми з вами вже видим, що Патон відповідно у нас варіанту Д, де річ йде о електросварювання. Перша, ми відмічаємо Д. Переходить далі. Що ми знаємо об Олегі Константиновіче Антонові? Що це український советський самолітостроїтель, він являлся одним із главних авіоконструкторів Советського Союзу, доктор техніческих наук, создав такі транспортні самоліту, як Ан-8, Ан-12, Ан-22 і многі інші 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 самоліту, Ан-2, Ан-14, Ан-28, ракетний планер А-17, безпілотник і дельтаплан серії Славутич, це він, поэтому у нас самолітостроїтель. І ми зразу видим, що тут річ йдет о самолітах в варианте Г, поэтому варіант под цифрой 2 соответствует варианту под буквой Г. Отмечаємо себе. що ми знаємо о Вікторе Михайловичі Глушкові. Це чоловік, який займався комп'ютерною технікою, він є автором важних фундаментальних трудів в області кибернетіки, математіки, вичислительній техніки, він є головою научної школи кибернетіки. І зі оставшихся вариантов ми видим, що в першому варіанте А річ йдет о хірургії, значить, це не Глушков. Варіанте Б ми видим, що річ йдет о математіки і о фізіки. І запомінаємо этот варіант. Смотрим варіант В і сразу видим, що річ йдет о созданні супер-еом. І понимаємо, що нам підходить варіант В. Таким образом ми отвечаємо 3В. І остался у нас Николай Мосов. Це советський український терактальний хірург, ученый-медик, кибернетик, а потім і литератор. І зразу розуміємо, що Мосову, як хірургу, соответствують його описання під буквой А. Варіант 4А. Ми справились з цим заданням. Тепер ми дивимо характеристику задань з выбором правильной последовательности. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. В тесте 4 таких задання в 2015 году планируется столько же. В бланке ответов они выглядят следующим образом. Запомните, нельзя ставить несколько крестиков в один ряд. Цветы для выполнения задания. Определите по возможности точну дату каждого указанного события. Определите последовательность событий, где самое раннее событие будет соответствовать цифре 1, а последнее цифре 4. 1 правильный ответ 1 сырой тестовый бал. Полностью правильно решенное задание 4 сырых тестовых бал. Вопрос 49. Установить последовательность створения давнорусских и литературных памяток. Для того, чтобы ставиться с этим заданием, вы, конечно же, должны знать точные даты. В черновике вы можете возле каждого события подписать дату и потом уже поставить формалогические последовательности представленные варианты. Мы с вами знаем, что «Изборник Святослава» был написан в 1073 году, «Астромировый Евангелие» в 1056 году, «Слово о полку Игореве» ориентировочно 1185-1187 и «Повесть Минулых Лид» «Першая редакция Чентья Неста» 1113 рик. Таким образом, первое у нас будет «Астромировый Евангелие» 1056 года. Далее у нас идет «Изборник Святослава» 1073. Далее мы видим «Повесть Минулых Лид» 1113-го и последнее это «Слово полку Игореве» 1185-1187. Мы справились с этим заданием. Вопрос 50. Установить последовательность выгнания заснувания козацьких сечей. А. Задунайська Б. Новопедпильницька В. Хортыцька Г. Чортомлицька Давайте подумаем над этим вопросом. Он достаточно простой. Мы знаем, что первая сечь была построена Дмитрием Мишневецком на острове Хортица, поэтому она и носит название Хортицка. Поэтому сразу ставим под вариантом 1 В. Следующая сечь была Чертомлицкая, которую мы знаем разрушил Александр Меньшиков по указу Петра I в 1709 году в ходе Северной войны. Смотрим дальше, какие же варианты у нас есть. Новопедпильницкая сечь Это последняя сечь, которая была разрушена Екатериной II в 1775 году XVIII века. И самая последняя это Задунайская сечь, которая существовала уже после ликвидации гельминства и казачества. Таким образом, после Хортицкой у нас идет Чертомлицкая сечь. Мы ставим 2G. Самая последняя сечь из тех, которые существовали во время гельминства еще это нова, она же Петпильницкая, то есть 3B. И после ликвидации гельминства у нас остается Задунайская сечь. Мы справились с этим заданием. 51 вопрос. Установить последовательность подий 1917-1918 годов, описанных у спогадах Володимира Венеченка. А. Всю Украину. В. Украинская Центральная Рада с удовольствием взяла до відома заяву Вищої команды в справе формирования 1-го Украинского полка как визнание украинской армии поднимает выокремление украинцев в окремом отделе Г. А наступными днями как виплев из універсала как логичное переведение его в жизнь было засновано Генеральный секретарь Украинской Центральной Ради Институт который мав реализовать выставление в універсале ТЕЗ Вот этот вопрос конечно может быть немного сложным Здесь надо внимательно подумать и так же проставить дату Давайте начнем с варианта А где речь идет о том что крестьяне выступали против политики Гетмана Мы понимаем что под Гетмана занимается Павел Скоропадский а он был выбран в конце апреля 29-30 апреля 1918 года и значит речь идет об антигетманских восстаниях значит это ориентировочно уже весна лета 1918 года Запоминаем это Что же говорится в варианте В В варианте В описывается событие когда большевики провели первый съезд в Харькове и на нем провозгласили украинское советское правительство Эти события произошли 24-25 декабря 1917 года В варианте В описывается создание первого полка первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого который был сформирован в апреле 1917 года и в варианте Г речь идет о первом универсале который был подписан 10 июня 1917 года а через 5 дней 15 июня 1917 года был создан генеральный секретариат Украинской Центральной Рады таким образом мы видим что первое у нас будет В это апрель 1917 года потом у нас будет Г это у нас июнь 1917 года дальше у нас будет Б это декабрь 1917 года и самое последнее 18 год А мы справились с этим заданием 52 вопрос Установить последовательность створения радянских агитационных плакатов Давайте посмотрим на эти плакаты Под вариантом А вы видите этот плакат и на нем подпись Кукурудзе щедрый урожай богатство не початый край Вариант Б Иди в колгосп с усим ременентом у колгосп вступай на риж своей худобой не продавай Так гласит надпись на плакате В Соленен Якщо ты не хочешь годувати помещика нагодуй в фронт що захищає твою землю твою свободу И Вариант Г На плакате надпись Трактору полі що панк в бою С плакатами мы знаем с вами работать достаточно легко Давайте подумаем Речь идет о кукурузе И конечно мы знаем что кукурузная эпопея это период Хрущева и мы сразу понимаем что это 50-е годы Плакат В Речь идет о вступлении в колхоз Мы знаем что коллективизация массовая началась с 1927 года и мы уже определяем приблизительный период существования этого плаката В плакате под буквой В речь идет еще о войне Это может быть и гражданская война это может быть и первая мировая потому как еще присутствуют помещики значит это еще только начало вот этого большевистского движения это первые месяцы после революции и последний вариант Г как тракт в поле как танк в бою и мы с вами понимаем что речь идет о военных событиях либо послевоенной перестройке поэтому мы сразу с вами видим что самое первое конечно же вариант В мы с вами грести далее у нас вариант В 27-30 годы конечно же потом мы сталкиваемся с вариантом Г поскольку это 40-е годы и потом вариант А поскольку это 50-е годы мы справились с этим заданием теперь мы рассмотрим последний тип задания с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов посмотрите на слайд в тесте четыре таких задания в 2015 году будет столько же в бланке ответов они будут выглядеть вот таким вот образом советы для выполнения заданий прежде чем отвечать прочитайте все предложенные варианты выберите те варианты которые точно подходят и вычеркните те которые точно не подходят один правильный ответ это один сырой тестовый балл полностью правильно решенное задание это три сырых тестовых балла 53 задание что в истории Киевской Руси связано с деятельностью князя Володимира Мономаха первое объединение русских князьов для борьбы протополовецького загроза два запроведжение первых писаных законов третье инициирование новой системы престола наследования четвертое хрещение Руси пьятое скликание князьовских съездов с нем шосте розбудова Киева будьемництва міста Володимира с темой с действиями похода на Константинополь такие задания проще всего решать с помощью метода исключения давайте подумаем и начнем с конца с действиями похода на Константинополь седьмой вариант мы знаем что походы на Константинополь на Византию совершали Олег и Игорь поэтому вариант под номером 7 у нас отпадает разбудова Киева будьемництва міста Володимра конечно же здесь речь идет о Владимире Великом тоже этот вариант отпадает склыкание князьевских съездив и снемьев ну этот вариант возможен запоминаем его четвертое хрещение Руси конечно же Русь крестил Владимир и вариант под номером 4 также отпадает третье инициевание новой системы простого наследования этот вариант возможен запоминаем его запроваджение первых писаных законов это русская правда написанная Ярославом мудрым этот вариант также отпадает таким образом у нас остались варианты под номером 1 3 и 5 действительно Владимир Мономах положил много сил для того чтобы воевать с половцами также он является инициатором новой системы престолов наследования и также он собирал княжеские съезды вспомнил Любецкий съезд 1997 года поэтому выставляем варианты 1 3 5 мы справились с этим заданием 54 вопрос Укажите характерные рисы суспільно-політичного життя Великого Кмедзевства Литовского в XIV-XV столетчах 1. Надение литовским и польским умовам статусу официй 2. Збережение судочинства на основе норм русской правды 3. Поступовая ликвидация удільного густого земли 4. Формование нового суспільного верства реестрового казакства 5. Укладывание унии с польским королевством 6. Сбережение язычности от державной религии 7. Запроваджение крепатства Обратите внимание речь идет о 14-15 веке то есть это 1300-1400 годы давайте давайте будем опять действовать методом исключения на дня литовский польским мовам статус официйных было только в речи посполитой которая была создана в 16-м веке в 1569 году таким образом вариант под номером 1 у нас уже отпадает сбережение судочинства на основе норм русской правды мы знаем что Великое Книжество Литовское действительно активно использовало русскую правду и на базе русской правды строило впоследствии свои литовские статуты поэтому запоминаем этот вариант 3. поступово ликвидации отдельного устройства действительно в 15-14 веках наблюдается постепенная ликвидация этого устройства поэтому запоминаем варианты 2 и 3 четвертое формование новой суспильной верствы реестрового казакства мы знаем что реестровое казачество было основано только с 1572 года это 16 век поэтому вариант под номером 4 тоже отпадает пятое укладание унии с польским королевством да действительно этот вариант подходит потому что мы помним Гревскую унию 1385 года и Городельскую унию 1413 года поэтому вариант под номером 5 запоминаем вариант 6 сборяжение язычным стать державной религией конечно этого не было и все запроводжение крепатства мы знаем что активное появление крепостного права возникло в 16 веке вследствие подписания устава на Волоке от 1557 года поэтому вариант 7 также отпадает поэтому мы с вами видим что нам подходит другое сборяжение судочинства на основе норм русской правды отвечаем третье поступовая ликвидация удильного строя земель отвечаем и пятое укладение умений с польским королевством также отвечаем мы справились с этим заданием 55 вопрос проанализируйте изображену картосхему посмотрите пожалуйста внимательно на эту карту я надеюсь что тут коментарии будут излишни картосхема даёт змогу первое характеризовать адміністративно-териториальный Украинской Народной Республики второе вказать районы антигетьманского повстания руху влітку 1918 руху третье визначити кордони української держави гетьмана Павла Скоропадзького четверто вказати напрямки загального наступу німецько-австро-угорських військ у лютому квітні 1918 руху п'яте окреслити район формування украинських радянських повстанських дивізій шосте вказати межі території регіональних радянських республік утворених брюшовиками в січні березні 1918 року та сьоме визначити один з підсумків переговорів українсько-німецькою та радянською делегацією травня 1918 року давайте будем думати начнемо з перего варіанта конечно по этой карте ми не можемо характеризовать административно-территориальне устройство ОНР поскольку здесь мы не видим границ областей поэтому вариант 1 отпадает мы так же не можем определить район антигейтманского восстання летом 1918 года поскольку на карте обычно это изображается мелкой штриховкой по всей территории Украины поэтому вариант 2 нам тоже не подходит осталось 5 вариантов из которых нам надо выбрать 3 зато мы легко можем определить границы украинской державы Гэтмана Павла Скоропатикова действительно украинская держава выглядела именно так поэтому мы запоминаем этот вариант мы также не можем определить направление общего наступления немецко-австро-венгерских войск в феврале апреля 1918 года потому что обычно его указывают стрелками вариант 4 нам не подходит но мы можем увидеть район формования украинских радянских повстанских дивизий на этой карте как возможный вариант мы конечно же не можем вказать межи территорий региональных радянских республик утворенных большевиками в Сичнии Березнии на 6 урок имеется ввиду Донецко-Криворожская Советская Республика Одесская Таврийская Республика то есть они здесь не изображены значит вариант 6 не подходит ну и таким образом если мы исключили варианты 1, 2, 4 и 6 и объяснили почему то методом исключения у нас остаются варианты 3 визначение кордоня украинской державы Германа Павла Скоропадского 5 окреслите район формирования украинских радянских повстанских дивизий и варіант 7 визначение одного из подсумков переговоров украинско-немецкой и радянской делегации в травме 1918 таким образом мы выставляем цифры 3 5 7 не справились с этим заданием 56 вопрос Укажите факти біографии видатного политика зображеного на фото 1. Брав участь у роботі Украинської Робітничо-Селянської спілки 2. Объймав посаду голови народного року України 3. Один із засновників Української Гельсінської спілки 4. Автор книги України Наша Радянська 5. Заснував сам видавський часопис украинський висник 6. Позбавленный родинського громадянства табу выслан из-за кордон 7. Умранный президентом Украины 1991 урок Мы видим с вами на фотографии изображен Вячеслав Чернобол Что мы о нем знаем? Что он вместе с другими известными деятелями начал в Украине национально освободительное движение шестидесятников и диссидентов Он также основатель и главный редактор подпольного украинского часописа украинский висник также являлся членом украинского гражданинской группы инициатор создания украинского гражданинской спилки несколько раз был заключен в колонию за антисоветскую пропаганду он находился в лагерях строгого режима в ссылке и в общей сложности пробыл в неволе 17 лет был народным депутатом Украины с марта 90-го года был также главой народного руха Украины таким образом зная это все мы с вами видим что он объема в посаду головы народного руху то есть вариант 2 нам точно подходит вариант 3 нам тоже точно подходит потому что есть четкое подтверждение он является одним из основателей украинского гражданинской спилки также вариант 5 нам тоже подходит с основан самведавский часопис украинский висник таким образом решая задание такого типа мы можем действовать как методом исключения то есть находить что точно не подходит так и противоположным методом искать то что подходит стопроцентно мы нашли варианты 2 3 5 ну давайте проверим действительно президентом Украины в 91 году был Кравчук действительно Черновол никогда не был лишен советского гражданства автор книги Украина наша радянская был Шелест таким образом мы видим что правильные варианты ответов будет 2 3 5 отмечаем их мы справились с 56 вопросом отмечаем отмечаем отмечаем